Они с честью выполнили интернациональный долг и долг медицинский. 27 волгоградских врачей и медсестер, прошедших войну в Афганистане, удостойны наград Минздрава России. Чистованию работников здравоохранения было приурочено 25-летию вывода из Афганистана советских войск, который отмечается в этом году. О работе в Афганистане они говорят. Получили бесценный врачебный опыт. И несмотря на все трудности пребывания в чужой стране с непривычным жарким климатом, не жалеют о том, что эта страница истории страны есть и в их жизни. Медсестра Ольга Суворова в 21 год уехала в Афганистан добровольцем. На вопрос «Зачем?» отвечает просто. Хотелось поработать там, оказать какую-то помощь посильную нашим военнослужащим. Они помогали не только своим. Лечили и простых афганцев, оперировали их детей, а также мирных жителей, пострадавших в результате боевых действий. Владимир Калачев – врач и офицер с 25-летним стажем. Полученный на той войне опыт использовал и в других горячих точках. Я подчеркнул, конечно, очень много знаний в Афганистане, потому что боевая травма на гражданке здесь не встретишь такого. И потом она сильно пригодилась. Когда была война в Течне, я докторов учил, показывал, что такое боевая травма, где осколки, где металлические, где не металлические. Врач детской стоматологии Волжского Евгений Баранов проходил в Афганистане срочную службу. Был ранен, год провел в госпиталях, вернулся домой и пошел в медицину. Афганистан всю жизнь перевернул. Уходя в 18 лет и придя в 20 лет, я пришел другим человеком абсолютно. Ну, о чем, в общем-то, не жалею. В честь годовщины вывода советских войск из Афганистана 27 волгоградских врачей и медсестер достойны нагрудного знака «Отличник здравоохранения». Многие из тех, кого честовали в этот день, уже имеют за долгие годы работы немало наград. Но эту считают одной из главных. А главным пожеланием медикам, прошедшим войну, звучало простое – мирного неба над головой. Это люди, которые видели кровь, боль, страдания не только у себя в больницах, они видели боль, кровь, страдания в боевых действиях. Мы им желаем мирного неба над головой. Мы очень рады, что они сегодня в строю, что они продолжают трудиться в наших учреждениях, передают свой опыт молодым, и мы им желаем здоровья, благополучия и успехов. Елена Лыкова, телекомпания «Ахтуба».